МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадо компании Гомелюстуды и працуем Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Прационный марафон омоль 250 тысяч человек сегодня проняли уделу областным субботником. Створы свой проект. Сегодня у Гомеля отбылся первый хакатон для школьников. 72 годины без отпошинку, 30 выпробований в режиме нон-стоп. Областная дружина МНС переможется шемпионату Беларуси по шматбору и выротовальников. А сейчас об этом инжен больше подробно. Сегодня на Гомельшине прошел областный субботник. По попередних датинах в делу им проняли больше 250 тысяч человек. Собранные сродки будут накированы на будуяние мемориального комплекса на месте спалены фашистами везки Алла в Светлогорском районе. Наши корреспонденты проняли удел у субботнику в Лоевском районе. Бадай самые масштабные работы разгорнулись на Днепра-Брагинском водосховище. У народа его еще называют Лоевское море. Некали это место вельми любили аматоры рыбалки. Правда, в последние годы человека с водочкой встретят уже немогчимо. Водосховище практически полностью высохло. Знову звернуть увагу на водоем примусили летние климатичные умовы, которые стали соправным выпробованием для сельской господарки. В области тогда загинули 4,5% посевов. Десятая частка была пошкоджена. Подручение у Рада супрасовники Института природокористания Национальной академии навук Распрасовали комплекс мер по поляпшении гидрологичной ситуации на Гомельшине. Сярод пропанул одновление Днепра-Брагинского водосховища. Задача, проводимых у рамках областного суботника работ, подрыхтука объекта до заполнения водой. За час пакульон не выкарастовывался. Тут выросли хмазняк и невеликые дреоцы, которые теперь нужно высекнуть. Час караслин по этому будет выкарастана для наступного озеленения населенных пунктов. Часть деревьев, которые невозможно взять для посадочного материала, будут изъяты и переработаны на щепу, а частично будут взяты деревья как посадочный материал. Здесь это предусмотрено без ограничений на посадочный материал и будет использовано для района Лоевского и для ближайших районов. Все районы оповещены о том, что можно здесь брать эти деревья как посадочный материал. Усягу в работах на Днепра-Брагинском водосховище приняли удел больше 300 человек. Мелиораторы со Светлогорского и Калинковицкого районов, простовники лоевских организаций, а так само супрасовники Гомельского облаконкама. Можно без перебольшего не стверждать, и они зарабили саправды корыстную справу. Заполнять водосховище, площадь которого складая каля 970 гектаров, почнуть весной подчас поводки. Вода будет поступать с Днепра про специальный канал. Одновление водоема дозволить полепшись микроклимат, поднять узровень грунтовых вод и повысить эффективность сельгазу годзел. При этом для того, как зарабить гэтую працу больштанной, яе будуть проводить пераважно у ночный час, кали на электроэнергию денючуюсь льготные тарыфы. Что тышится с сёняшних работ, то по всей в области уделу их проняли больше 250 тысяч человек. Усе заробленные сродки будут пераличаны на будауниство мемориального комплексу у вёсцы Алла Светлогорского района, где у студене 44-го года карники знишили 1758 человек. Каждый имеет возможность, сколько может, выделить денежные средства их на этот объект. Мы никого не заставляем, просто призываем всех, чтобы все, понимаем, отнеслись к тем людям, которые сегодня не дожили до сегодняшнего дня, в якачине их памяти. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. Кипела праца сёня и на улицах Гомеля. Сотни людей поднимали областных субботник, присвященный памяти загинувших у вёсцы Алла. Працовные коллективы и наученцы займались наведением парадку в парках и скверах и на территориях своих предприемств. Под обязанностей Уганны Корольчук. Судовное надворье и отчувание недоходящей весны. Тёплая зима в этом году дозволила приступить до наведения парадку на землю, а ещё в лютым. Каб вернуть городу глянец, треба очистить зоны отпочинку, парки, скверы и береговые линии от леташнего листья и сметя. Чим худшей, тем лепш, бо замес снега уже усюди виднеются зелёные парастки. Мы, честно скажу, что с вдохновением вас приняли идею Гомельского облсполкома о проведении субботника. И мы находимся практически в сердце нашего города. И если наш город станет ещё немножечко чище, то это только вызовет положительные эмоции, как и у наших жителей, так и у наших гостей. Погода сегодня благопровятствует. И если наш сегодняшний труд ещё более усилит это весеннее, предпраздничное настроение, мы будем весьма этому рады. Молодь вышла на доброупорядкование территории вокруг своей навучальной установы, которая находится в помощь с Гомельским палацево-парковым ансамблем. У аграрно-техничного колледжа зараз учатся амаль 550 человек, яких рыхтуют по напрямках программное обеспечение информационных технологий, бухгалтерский ульяк, анализ и контроль и экономика и организация в творчестве. Неуновену работать в выходные дни с упрацовником открытого акционерного товариста Гомель Абл-Агросервис. Коллективу больше чем 100 человек займается ремонтом полнокомплектной техники и в узлову агрегатов для сельской господарки. Недавно начали освоивать другосный рынок. За властные сроки предприемство набывает полностью сношенную технику, обновляя и снова реализуя по цене около 40% от аналогичных новых агрегатов. Сегодня все вытворчие площадки тут занятые на 100%. На сегодняшний день в Ремфонде у нас энергонасичные техники порядка 11 единиц. Все они у нас здесь на данном участке, поэтому до 1 марта указан у нас срок по восстановлению. Все мы приняли меры, организовали работу как в выходные дни, в будние дополнительно сверхурочное время. Принимаем все меры по восстановлению техники точно и в срок. По часу областного субботника на предприемстве надали увагу и на ведение парадки на ремонтных участках. Частка коллектива отправилась на доброе парадкование территории, прибирать листья и подрезать древы до веснового сезона. Ганна Караичук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля отбылся первый хакатон для школьников. Створить свой проект в максимально короткие термины вызвалися юнаки и девушки в возрасте от 14 до 17 годов. Усяго поспоборничать за звание самых кемлевых собралося 50 человек. Яны размерковались по командах и приступили до мозгового штурму. Перед удельниками стояла задача за 8 годин створить чат-бот, а после его презентовать. У допомогу молодым и идейным были призначены менторы, опытные программисты. Конкретной тематикой школьников не обмяжевали. Полная свобода выбору, на какой перспективной идее испыниться. Видим тут участников и олимпиадного движения нашего, дети, которые занимают призовые места и по физике, и по информатике. Присматриваемся, может быть мы что-нибудь интересное увидим для того, чтобы какие-то новые специальности открыть в перспективе. Может быть и в профтехобразовании, и в среднеспециальных учебных учреждениях. А эти технологии были и есть, и пока на сегодняшний момент будут толкать мир вперед. Пераможца Гомельска-Хакатона для школьников сможет презентовать свой проект в Минску. Организаторы продоставили саправды уникальный шанс заявить про себя на всю краину, будучи еще наушенцем школы и гимназии. Выники суместной работы за минулый год подвяли областные объединения профсоюзов, ветеранов и комитет БРСМ. Громадские организации другий год працевали в рамках договора о супрационестве. Суместная деятельность была накирована на повышение социальной обороненности пожилых людей, громадянско-патриотышное выхование молоди, а так само развитие шефской допомоги. Так, профсоюзы в области оказывали подрымку удельникам Великой Отечественной войны, семьям заинувших, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Продуглежена материальная допомога и соденешение у выращения бытовых пытаний. Я хочу выразить огромные слова благодарности нанимателям, то есть руководителям предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности совместно с профсоюзными организациями. В рамках данного соглашения использовали различные формы сотрудничества в плане культурно-досугового, гражданско-патриотической, конечно, социальной защиты, вот той категории, о которой я говорила выше. Это о ветеранах и молодежи посредством коллективного договора. Из средств нанимателей и из средств профсоюзного бюджета в 2019 год нам удалось оказать, поддержать данную категорию в размере 300 тысяч рублей. Мы уже три года назад тому, как решили, по примеру, республики, сделать объединенные такие планы, которые подписываются тремя представительствами – профсоюзами, ветеранами и комсомолом. И вот уже два года мы по этим планам прожили. Мы считаем, что это правильная мера, что линия верная. Удельники Сустречи затвердили спис суместных мероприемств на этот год. Сяруты их проведение спартакиады громадских объединений и проекта «Дзенники перамоги», який, нагадая молоді, угоця 25-й годе перамоги обтым, як тяжко. За ее змагались наши протки у часы войны. Подяковать за перамогу и пожадать долгих годов життя. На переддень дня оборонцевая чина с веншаваньями до ветеранов наведываются простонники улады громадских организаций. Так, гостей увез с Иглыботская Гомельского района сустракали у доме Михаила Ивановича Литвинова, якому худка сполнится 95 годов. У час войны он вызволял территорию Беларуси и Украины и отрымал сруйозные раненни. За проявленную адвагу, ознашенный медалем за боевые заслуги и орденом Айчины войны. У мирный час Михаила Ивановича узнагородили орденом Ленина за пленную працу у господарках района. С подарунками ДАГО завитали старшиня Марковицкого сельвы Конкама Наталья Костышева, активисты районной организации БРСМ и депутат палаты представников Игорь Завалей, який на этом тыдне працавал в окрузе и наведоудобружские и гомельские районы. За последние четыре дня посетил два сельхозпредприятия, один санаторий, который находится в Чонках и является лицом Гомельской области. Также посетил коллективы школьные, школ. Ну, основные вопросы, которые мы обсуждали, это, конечно же, те нововведения в законодательство, которые увидели, что они думают, как бы они хотели видеть какие-то, может быть, дополнения, изменения. Ну и второе, что волновало, конечно же, это личные вопросы. Где-то дорога, где-то освещение, где-то качество питьевой воды. Все эти вопросы были поставлены на контроль. И в дальнейшем мной и местной исполнительной властью будут либо в ближайшей перспективе, либо в долгосрочной перспективе будут реализованы. В регионе в минулом году высадили рекордную площадь новых лесов. Историчный максимум склав около 19 тысяч гектаров. Такого за всю историю деятельности Гомельского леса господарского объединения еще не было. Все лета практика будет протягнута, бо уголовная задача Галины – притримливаться принципу неспустошального корыстания леса. Наш наступный сюжет звонниковой коллеги «Лясгасов Гомельшины». Стабильная работа Галины в минулом году отзначена во всех областях краины. Об этом на коллегии расповел министр лесной господарки Беларуси Виталь Дрожжа. 2019-й стал переломным в боротьбе с краедом. Колькость площадь с хворыми насаджениями начала снижаться. Очакается, что и все лета объема вырубки лесов, сниженных шкодным жуком. Скоротятся удвоя в сравнении с минулым годом. Конечно же, зима вот такая аномальная нам путает пока все наши мысли, но вместе с тем, я думаю, та положительная тенденция, которая сложилась у нас, и объемы работ, которые проведены санитарно-оздоровительных мероприятий, позволят нам смотреть с перспективы в этом направлении. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. По выниках 2019 года работа предприемства у лесной господарки Гомельской области оценена як задовольняючая. Средо становочих моментов отзначены и узровень заработной платы. У пораунанне с іншими регионами на Гомельщине яна самая высокая – 1080 рублей в месяц. Инши социально-экономичные показчики областное объединение так само выполнило. На высоком узровне – рентабельность. Отриманная выручка укладывается у инвестиции, а яны в свою чергу идуть на обновление техники, модернизацию вытворчасти, развецё сетки годовальников. Такая практика служить на корысть основной справе – рациональному выкорыстанию лесу. Для нас стоят целевые задачи перед Министерством лесного хозяйства. Во-первых, это, конечно, организовать ведение лесопользования, вернее, продолжить ведение лесопользования на принципах неистощительности. Мы должны создавать больше леса, чем мы его вырубаем. Вторая для нас задача очень важная – это мы должны обеспечить всех потребителей Республики Беларусь древесным сырьем. В-третьих, мы должны оперативно работать и удерживать ситуацию с пожарами. Для Гомельщины это особо, остро, потому что, как бы ни было, есть вопрос трансграничных пожаров, и ежегодно мы сталкиваемся с ними. Программа визиту министра лесной господарки краины на Гомельщину включила и встречу с выкладчиками, сопрацовниками и студентами Галинового факультета Гомельского державного университета имя Франциска Скарины. Прогучали литерально несколько уступных слов от шановного гостя и начался щирый диалог с будущими работниками лесной господарки, зацикавленными в развитии Галины. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». За 2019 год следшие Гомельской области распошли больше за 16 тысяч криминальных справ. Расследовать навык самые складанные и заблытанные профессионалам допомагают сушасные техничные сродки. Сарутых – пересонная криминалистичная лаборатория. Вероника Гамзюкова ведая подробностей. Тут собрано все самое необходимое для работы следчего на месте здарения. От одноразовых пальчаток до пневмошатра. Лаборатория обсталявана двумя письмовыми столами с мягчимостью выкористания компьютера, принтера и иншей техник. Можно оцеплять помешкание, у столеваны примусовая вентиляция, холодильное обсталявание. Выезды мягчимы навык у самой далекой регионы в области. Лаборатория часом становится пересонным штабом и кабинетом следчего. Огляд места здарения у полевых умов может займать долгий час. При выбыке на место происшествия следственная операционная группа, как правило, обеспечена всем необходимым для отыскания следов. С целью отыскания орудий преступлений на местах происшествий используется металлодетектор, то есть, в частности, нож, какие-нибудь металлические, пуговицы, вставки из одежды. Кроме этого, на местах происшествия используется квадрокоптер с целью фиксации места происшествия. То есть, в частности, в последнее время очень часто используем квадрокоптер на местах дорожно-транспортных происшествий. Есть у следчих георадар. Этот инструмент выглядит, как миношукальник. Им выучается невеликая площа. С его допомогой можно отшукать доказы в грунте тайники у стенах. И это не вся новая техника. Лабораторийный комплекс светочка, который имеет три спектра света. То есть, даже при исследовании вещественных доказательств по уголовных делах прошлых лет, то есть, обнаруживаются биологические следы. То есть, ранее не было такого оборудования, с помощью которого можно было бы обнаруживать и исследовать данные следы. Были такие случаи, что по убийству на местах происшествия, именно по факту убийства, то есть, в частности, применяли 3D-фотосъемку. В последующем 3D-тур, по этому туру назначаем медико-криминалистическую экспертизу с целью установления механизма образования следов крови. Праца на каждом новом месте здоровья индивидуальная. Следующие отримывают информацию и вылучают версии того, что отбылось. О профессионализме и сучасной обстановлении помогают раскрыть навык самые складанные справы и обновить справедливость. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Выратовальники Освода и Гомельского городского отдела по надзвышанных ситуациях провели суместные в Ушенне. У Гомелей на акватории Новобелецкой и выратовальной станции они отпрацовали алгоритмы взаимодействия по оказанию допомоги людьми, которые опынулись в воде. Александр Гамолев бачил все на своей вочи. Это уже не первый опыт суместной работы. С конца минулого года так-таки командные вочения проходят по всей Гомельской области. В рамках 1-го дня беспеки отпрацовка житовлялась в Добрушским, Петраковским, Светлогорским районах и Гомеле. Погода в этом году своеобразная. Периодически лед сковывает затоны. Мы наблюдаем рост гибели людей в отношении с аналогичным периодом. У нас уже превышение на 4 случая. Люди идут к воде, рыбачат. Это накладывает свои, естественно, особенности. Вот именно такой переходный период, очень сложное условие, мы сегодня практически хотели смоделировать. По сценарии в учению, два рыбаки перекулились на лодках и опынулись в ледяной воде. Маневрно-пошуковая группа освода на катаре пираньи, после отримания тревожного поведомления, спешается на допомогу. В умовах, наближенных до реальных, рыбаков удалось вытянуть воды не большим за хвилину. А лежит на практице ликидзе на секунды. И все залежит от оперативности поведомления. Не смотря на аномально теплый лед, вода в реках и озерах Гомельской области вельми холодная. Когда провалился под лед, то трех минут достаточно, чтобы отримать переохолодление. 15 минут и копить, чтобы с воды уже больше не выйти. В некоторых случаях потерпелые, которые опынулись в ледяной воде, протремались и больше. Однако это, увы, не произошло бесследно для их здоровья. Нездорма зимовые костюмы у водолазов мают таушеню до 7 миллиметров. Однако у них есть обмежевание по часу находжения в холодной воде. Температура воды сейчас 2-3 градуса. И если нет спасательного жилета, человек минут через 5-10 просто каченеет, не сможет двигаться и утонет. Если есть спасательный жилет, то у человека есть возможность добраться до берега самостоятельно. Подаденных осводов за 2019 год у Гомельской области выратованы 33 человека, 11 за их полнолетние. Выратовальники надают великую увагу профилактичной работе сяру дятей. Подчас учения у школьники смогли не только поназирать за суместными деяниями специалистов освода МНС, а и еще раз подчули об правилах находжения воды, способах выратования людей, ознайомились с авариной выратовальной и водолазной техникой. Александр Гамуля, Василия Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Три дней и больше за 30 пирожкот. У Гомеля подвели выники чемпионату Беларуси по шматбору выратовальников. У им удельничали команды областных и Минского городского управления, Республиканского отрада специального произношения и Университета громадянской обороны МНС. Программа с поборництва включала 50-километровый марш-поход по пересеченной мясовости с пирожкотами на воде, лёде, земли, у огней и у поветры. Проходили маршрут команды не только Удёны, але и Нашнычас. И все летнее надворье поспрояло добрым выникам. Третье место взяла команда Минского областного управления МНС. Другое – у выратовальников Витебской в области. Пироходный кубок «Пироможцы» застался в Гомеле. Первое место завоевала дружина областного управления МНС. Именно на Гомельской земле когда-то эти соревнования давно зародились. Различные были этапы развития этого вида. Ну и вот уже мы дошли до того, что чемпионат МЧС – самые сильные спасатели со всей страны принимали участие в этих соревнованиях. У делу шматборгий закликанные повышать узровень профессийного майстерства выратовальников, дать махчимость обмениваться передовым опытом у темлику в выкористании сучасного обсталявания. Телерадо компания «Гомель» запрашает долучиться до своей команды. Телеканал «Беларусь-шатыры Гомеле» обвестил кастинг ведущих информационных программ. Потребование доудельников, высшая адукация, добрая дикция, телегиеничная внешность. Заявку с короткой видеопротентации, пожаданной на беларуской мове, можно отправить до 29 лютого на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Это и другие новины. Информацию о проектах Телерадо компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова